Всех приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Марк Марцинковский. Это третий видеоурок. В предыдущих видео, если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. Я рассказывал первое, с чего начать, как заработать первую тысячу евро и как оформить свою страницу, чтобы работать уже на социально большое пространство. Итак, сегодня мы поговорим в третьем уроке о таком виде продвижения бизнеса, как видеоматериал. Например, что я сейчас сделаю? Я сейчас даю информацию, которую вы слушаете, с которой вы соглашаетесь, а может быть и нет, но я имею определенное влияние, то есть я имею определенный авторитет. Потому что вы слушаете, вы делаете выводы, и вы начинаете либо этим заниматься, либо не заниматься, но все равно у меня больше преимуществ над тем человеком, кто это не делает. Вообще, само по себе слово, само по себе видео сегодня является самым лучшим и мощным инструментом. Если правильно все автоматизировать, если сделать хороший видеоматериал, хорошую подачу, поверьте, рынок ваших клиентов увеличится в десятки, в сотни раз. Приведу простой пример. Я делал когда-то статистику, когда мне писали клиенты, то есть «Привет, хочу к тебе в бизнес». Я просто спрашивал у ребят, откуда вы меня нашли. И 8 из 10 были видео. То есть в основном видеомаркетинг является самым-самым ходовым сегодня. Но возникает ключевой вопрос. Как же правильно снимать видео, на какие темы снимать видео, и как научиться это делать? Ну, давайте начнем по пунктам самого первого. Первое, что вы должны понять, что существуют две формы видео. То есть первая форма – это обучающая. То есть когда вы говорите простым, спокойным языком, вы рассказываете просто суть, без особо эмоционального какого-то подтекста. Спокойно вы рассказываете презентацию. Что здесь основополагающее? Первое – это факты. Какие ваши доказательства? Второе – это четкое знание. Та информация, которую вы говорите. Маскотство, я выборю эти знания. Соответственно, если вы проводите презентацию, вы должны до этого очень долгое время все изучить, все узнать досконально, и уже к самой презентации подготовиться основательно, чтобы записать видео. То есть знать историю, знать хронологию, знать маркетинг, то есть чтобы не ошибиться в подаче информации. Это очень важный момент. К информационному видео, если вы записываете, например, его по слайдам, то есть просто голосом, вы должны не сами делать картинки и слайды, а обратиться к хорошему дизайнеру. Вообще это ключ успеха. Если у вас хорошая команда, есть дизайнер, пиарщик, кто вам снимает видео, монтирует хорошо, именно профессионалы, это очень сильно ускорит ваш бизнес. Поэтому если у вас есть финансы, и вы можете позволить себе какую-то небольшую команду, которую вы будете платить, это намного лучше, чем делать все самому. Второй аспект съемки видео – это видео эмоционально-мотивационное. Когда вы доносите до людей эмоционально, ярко, красиво суть. То есть, ну давайте переведем простой пример. Вот я сейчас буду рассказывать презентацию. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Марк Марцинковский. Сегодня мы поговорим про компанию Global Intergold. Компания Global Intergold занимается инвестиционным золотом, пробы 4 девятки, и также с недавнего времени продает ценные бумаги. Сейчас я рассказывал спокойно. Если же я хочу зарядить кого-то, если же я хочу дать мотивацию клиентам, лидерам, и сделать на это акцент, я буду рассказывать совершенно по-другому. Всех приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Марк Марцинковский. И сегодня мы будем поднимать очень важную тему. Тема, которая называется, понимаете, две разные позиции. Первое – определитесь, какой формат видео вы снимаете. И второе – потренируйтесь. Прежде чем выкладывать видео в сеть, обязательно учтите следующие моменты. Это – показать его вашему наставнику, у кого есть опыт в съемке видео, чтобы проверить ошибки, чтобы убрать все недочеты. Второе – классный монтаж. Лучше отдайте деньги, переплатите, но сделайте хорошую, качественную цветокоррекцию, хороший монтаж, чтобы у вас действительно получилась конфетка. Никогда, запомните это правило, не выкладывайте отстойные ужасные видео. На данный момент я зарабатываю от 2000 рублей. Которые снимаются на дешевые телефоны, без коррекции, без монтажа. Это неправильно, тем самым вы отпугиваете людей. Итак, друзья, это был третий урок. Снимайте больше видео, выкладывайте их на YouTube-канал, создавайте YouTube-канал и продвигайте его. Минимум вы должны снимать в неделю по одному-два видео. Это самый-самый-самый минимум, если мы хотим дальше двигаться к вершине лидерства. Это был третий урок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Марк Марцинковский. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!